Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я человек эмоциональный, пишите вы. Так еще и манипулятор. Были сложные отношения, были друзьями, потом недолго встречались, не принимала некоторые интересы, но не ограничивала их, просто не разделяла. Часто давила на эмоции, если не могла справиться со своими, то скидывала на него. Расстались в январе. Общение прекратилось в феврале. Мы не пересекаемся, все контакты кроме общих знакомых прерваны, ничего в напоминании нет. Заметила, что мозг начал разделять его личность на двое, в зависимости от даты расставания и даты разрыва общения. Получается, что как друг я чувствую с ним ностальгическую связь, а как партнеру, что-то далекое и чужое. Повседневные жизни не мешают, но на нервах всегда воспоминания вылезают из потаенных уголков, слезы все еще выступают на глазах, хотя не так явно. Стараюсь максимально вынести из этого урок. Работаю над своим стилем поведения, за эти пару месяцев стало значительно спокойнее. Хочется просто знать, насколько это нормальное явление, и надо ли идти к специалисту для работы над собой. В первую очередь, как и сказал, в общем-то, мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, что расставание – это всегда травма. Если вы расставание проживаете одна, в смысле, никому не рассказываете об этом, не плачете, вот, то, конечно же, вам будет тяжело. В том смысле, что боль, она проходит постепенно, и эмоции постепенно затухают, меняются. Лучше это происходит, лучше всего это происходит, когда человек кому-то их транслирует, когда человек кому-то их, ну, демонстрирует, демонстрирует. Это вот гораздо лучше, нежели чем, когда человек в одиночку и сам с собой, сам с собой пытается это прожить. Эмоции в таком случае имеют больше шансов, как бы, ну, застревать. То есть, более длительное время находиться в человеке, вот, к сожалению. Тут есть, конечно, нюансы, вот, но тем не менее, тем не менее. Мне кажется, что, если вы чувствуете, что эмоции ваши меняются, да, в том смысле, что... Ну, как-то вот видоизменяются ваши эмоции, я имею ввиду. То именно по этому поводу, наверное, работать над собой вам не нужно. Но мне показалось, что проблематика у вас несколько в другом. Мне показалось, что проблематика у вас больше в том, что, во-первых, вы чувствуете ностальгию... ...к друг, эээ, к вашему партнеру. Вот, ностальгия, это статус, что она такая, тоска, нехватка. И это значит, что вам чего-то не хватает. А с другой стороны, как будто бы у вас есть самобичевание, как будто бы у вас есть чувство длины. Вот. И то, что вы себя называете эмоциональным и манипулятором, это, конечно, самобичевание. Вот. Соответственно, с этим нужно разбираться в первую очередь. Вот. И мне кажется, именно в этом вам можно помочь. То есть, это сами вы, скорее всего, не подкорректируете. Вот. Потому что не замечаете. Этого... Ну, это сложно вообще заметить. Заметать, конечно. Вот. Так бы я, по крайней мере, вам ответил. Я думаю, кстати, что не принимать какие-то интересы, это нормально. Ну, там, в смысле, да, что вы, вот, пишите, что не принимали интересы своего товарища. Вот. Это нормально, что вы не принимали интересы. Вот. То, что давили на эмоции, я думаю, просто вы не очень знаете, что с ними делать, с вашими чувствами. Вот. Это частое явление. И, вероятно, вы хотите быть спокойнее. Я вас, в принципе, понимаю. Я понимаю, что вы хотите быть спокойнее. Ну, на мой взгляд, от этого вы хорошего мало для себя не получите, потому что... Ну, потому что... Лично моя, допустим, практика показывает, что... Становясь менее... Менее... Чувствительным, да... Человек... Теряет достаточно много жизненной энергии и теряет, соответственно... Себя. Вот. Это очень важно здесь. Как мне кажется. Вот. Вот такая, в принципе, история. Вот. Такой, в принципе, момент здесь я бы сказал вам. Дальше. Что еще можно, в принципе, добавить? Вот вы пишите, расстались в январе, да? Как вы пережили расставание? Когда вы говорите, что мозг разделил, да? Потребности. Ага. Разделил его, как бы, личность на две части. Это речь про ваши потребности здесь. Речь идет именно про ваши потребности. Вот. Это важно. Важно... 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 Понимать... какие у вас потребности, важно понимать, чего вы, например, хотите, ну в принципе вот, какое у вас есть желание, да, и соответственно это очень могло бы помочь вам в исследовании себя, вот, в исследовании своих чувств, своих эмоций, каких-то переживаний и так далее. Понимаете, да? На мой взгляд это то, что реально можно сделать. На мой взгляд, по крайней мере, на мой взгляд это то, что можно сделать, ну для вас в смысле. Вот такой ответ я мог бы вам дать. Обесценивать себя я бы не стал, потому что мне кажется, что ничего хорошего из этого не получится, вот. По крайней мере, по крайней мере, ну вы ничего не добьетесь. Потому, мне кажется, что работать нужно вам в первую очередь в этом, в этом вот направлении, направлении, которое я сказал. Вот. И, соответственно, дальше уже смотреть, куда вас это приведет. Вот. Это, наверное, как-то, так, какой-то вот такой ответ. Ответ. Можно вам дать. А на этом всё. В принципе. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что вам это было. Интересно. Надеюсь, что вам это было полезным. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Ответ это позволит вам. Ответ это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Вот. Обращайтесь. Буду вам. А на этом всё. Помощу вам. Это в принципе, в принципе, пригодится. Пригодится.